Активность, с которой Нацгвардия приступила к штурму города, скорее всего, связана с ночными событиями в аэропорту Луганска. Трасса, ведущая в аэропорт Луганска, сегодня практически пуста. Дальше этого знака заезжать на автомобиле уже опасно. Всего в километре отсюда ведутся боевые действия. До нас периодически доносятся звуки выстрелов. Украинские силовики серьезно разозлины. Минувшей ночью ополченцы сбили транспортный самолет Ил-76, и Нацгвардия не смогла получить необходимое подкрепление и боевую технику. В результате крушения воздушного судна погибли 49 человек, в том числе 40 военнослужащих. Пока аэропорт контролируют украинские силовики. Там находятся около 2000 военных. Сегодня они также вели огонь по ополченцам. Есть раненые и убитые. Сейчас мы знаем, что уже стоят тяжелые артиллерии. Это может произойти. Все, кто мог, вывезли детей из города. Воздушная тревога звучит здесь теперь все чаще. В администрации республики эвакуация. Люди в любую минуту ждут ударов с воздуха. Я же говорю, в России там все, пожалуйста, вот они идут. Тут телефон несет, тут деньги бесплатные, тут предлагают что угодно. Где украинские власти, тварь, что же они делают. Я же говорю, молиться просто надо на них, чтобы они-то выстояли. Тем временем колонна бронетехники вооруженных сил Украины движется в город со стороны поселка Счастье. Известно, что киевские силовики применяли тяжелую артиллерию, танковое орудие и боевые вертолеты. В результате наступления ополченцы были вынуждены отойти к Луганску. Ситуация на юго-востоке Украины с каждым часом становится все более непредсказуемой и опасной. Дмитрий Пищухин, Сергей Королев, Татьяна Бугачук, 5 канал, Луганск.